Якутский нож. Это практически сакральный предмет для народов Крайнего Севера. Для них это универсальный инструмент что в тайге, что в тундре. Он отлично работает по дереву, рыбе, но особенно якут раскрывается в работе по мясу. Не так давно мне нужно было разделать большой кусок свинины, включая работу по костям и хрящам. Используя якутский нож, я был просто поражен, насколько он хороший именно вот в этой работе. О якутских ножах у меня уже есть отличная knife story, где кроме всего прочего я рассказывал об аутентичных якутах от Владимира Березкина. Посмотрели этот ролик, вы сможете нажав вот сюда. Сегодня же я расскажу о более современном, стильном, невероятно аккуратно сделанном якутском ноже от Ильи Семенова, ножевого мастера кузницы Уральской мастеровой. В описании будет ссылка как на самого мастера, так и на кузницу Уральской мастеровой. А по промокоду BIRLOGO вы сможете получить 5% скидку на любой нож от этих ребят. Якут Ильи это не грубый сделанный на коленке нож. Это идеально вылизанное произведение искусства. Он небольшой, аккуратный. В этом ноже прямо видно невероятную скрупулезность каждой детали. Клинок ножа выполнен из стали Х12МФ, максимальной толщиной 4 мм и закалкой 59-60 единиц по роквеллу. Он имеет традиционный для якутских ножей псодной монтаж, а рукоять сделана не из попсовой ныне карельской березы, а из стабилизированного капа черного тополя. Нож небольшой, общий его размер 256 мм, клин 130 мм. Ножны, конечно же, из кожи и имеют универсальный подвес. Нож можно носить хоть вертикально, хоть горизонтально. Интересной особенностью якутов от Ильи Семенова является наличие маленького микроподвода со стороны линзы. Илья объясняет это тем, что рабочий угол этой железки 30-35 градусов, а выводя спуски в ноль, угол получается порядка 16 градусов, и нож работает намного хуже. Вот такой интересный и мало кому известный нюанс. Но! Интересный момент в том, что этого подвода практически не видно. Он настолько маленький, что не зная о нем, разглядеть его будет весьма непросто. И еще один момент, который мне понравился. Илья не точит ножи на гриндере, а проводит финальную заточку руками с помощью профессиональных заточных комплексов. И это круто! Ну да ладно, сколько бы я ни говорил о крутизне этого якута, все это будут лишь слова. Этот нож надо, ребята, взять в руки, чтобы понять, насколько он действительно классный. Конечно же, он обладает дичайшим резом и потрясающим мощным колющим эффектом. Но вот просто посмотрите, это пустой пластиковый стакан. Я просто слегка надавливаю ножом на него. И нож входит в пластик, практически не приминая стенку стакана. А еще вот один забавный тест. Наполненный водой стаканчик поставим на стол. И ничем не придерживая его, просто аккуратно надавим ножом. Вуаля! Очень мало какой нож способен на такое. И вот этот момент очень помогает в разделке туши. Но проводить тест разных якутов мы будем в другой раз. Мы ждем прямо такую суровую зиму, чтобы протестировать их в родных им суровых холодных зимних условиях. А сейчас я хочу поговорить о ножах с фиксированным клинком, используемых в городе. Да, вот так вот странно и неожиданно мы меняем тему. Вообще, я считаю, что для города хорошего складного ножа более чем достаточно. Но существует множество людей, которые просто не любят складные ножи и носят с собой ножи с фиксированным клинком. Городской фикс – это, как правило, не очень большой нож с возможностью горизонтального ношения. Ну, чтобы он легко мог располагаться на ремне под пиджаком или футболкой, не тревожимым и простых смертных, далеких от ножевой идеологии. Благодаря трендам сегодняшней ножевой индустрии, городские фиксы, как правило, заточены под тактическую составляющую. Ведь сегодня все, что тактическое, продается намного эффективнее и дороже. И есть компании, которые вообще целиком и полностью убиты в эту идеологию. Ну, например, тот же Кизляр Суприм. Но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз. И как бы ни была популярна тактика и милитаристические нотки в ножевом контексте, все-таки это чистый бизнес. И, на мой взгляд, вот в таких ножах совершенно отсутствует душа. А вот если говорить о традиционных национальных ножах, то вот тут душа определенно есть. К чему это все? Да к тому, что вот этот Икут, на мой взгляд, отлично подойдет на роль городского фикса-то. Стильного, сдержанного, в конце концов, просто красивого городского фикса. Никаких тебе кайдексов G10 и Т-клоков. Архаичная классика. Кожа, дерево. Аккуратный клинок и полностью ручная работа. Это тот нож, достав который даже на офисном корпоративе вы не вызовете пугающих взглядов, а лишь неподдельный интерес ваших коллег к этому произведению искусства. Вот именно таким я увидел этот нож от Ильи Семенова. А каким его видите вы? Напишите в комментариях. И не забывайте, что на все ножи от кузницы Уральской Мастеровой и от Ильи Семенова вы получите скидку 5%, сказав, что пришли от канала Мужская Берлога. Ну а на этом все. Хороших ножей вам. Не забудьте сделать все ютубные ритуалы. Ну там колокольчики, подписки, лайки. Всем пока и до встречи в сети. Субтитры подогнал «Симон»